Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь к языку Family и мы уже начинаем финалить такую новеллу как 1997, так что присаживайтесь поудобнее, готовьте чайчик, кофеечек, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик и лайк, а мы с вами продолжим интересную новеллу в стиле бесконечного лета. Всем приятного просмотра, игра полностью озвучена на русский язык, приступим. Вкусно блин, я не думал что так сильно проголодался. Знаете что друзья, мы все вместе и поэтому эта тушенка вкуснее любого фондю. Хм. Ты прям так проголодалась. Скорее я просто рада что сижу с вами вместе. Ясно. Знаешь, Настя, прости что я к тебе все время цепляюсь. Уверена, когда-нибудь мы станем отличными подругами. Спасибо. Кстати, Серег, а нас не заметят по дыму? Шанс такой есть, конечно. Я буду внимателен. Как-то побаиваюсь я этих военных. Да не боись, дружище. Я с вами, я контролирую ситуацию. Я ж спецназовец, черт возьми. У этих салабонов с базы нет ни шанса. Но ты не знаешь на что способны Федор и Татьяна? Не знаю, это верно. Но вряд ли они проходили то же, что я. Надеюсь на это. Так. А, привет, Серега. Чего ты в бочке-то забыл? Эй, Серега! Хватит валяться! С тобой! А! Я поняла. Это про тебя, Антон, с Алисой говорили. Что же, значит, это и правда сон? И тебя уже не разбудить? Ах, до встречи, Серега. Пойду будить с Антоном. Ха-ха-ха-ха! Кто здесь? Ха-ха-ха! Батуева дочка. Ты-то тут что делаешь ночью? Заблудилась? Свалка не место для школьников. Ага. Чего ж молчишь-то? За что? Ружьё? Получше будет? Ха-ха-ха! Зачем нож, если есть ружьё? Повешу-ка на него тамагочи. Я же девочка. Пусть и ружьё будет девичье. Ах ты! Заряжено боевыми. Он что, ночью кого-то боялся? Зачем ты дробь зарядил, дед? Молчишь. Ну, молчи! Ха-ха-ха! И правда молчит? Что с ним? Это же сон! Мог бы и ответить! А-а-а! Я поняла! Так будет интереснее! Что же! Антон! Настя! Алиса! Алиса! Я иду! Готовьтесь проснуться, друзья! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! М-да. Веселуха. Ну, поели. Что дальше? Думаю, нужно идти по следам пропавшей экспедиции, чтобы докопаться до правды. А, кстати, совсем забыла. Я же листок из блокнота стырила. Откуда? Меня допрашивал какой-то толстый генерал, или кто он там. У него была папка с фотографиями ученых этих. И в папке был лист из того блокнота МГУ. Ничего себе, Алиса! Только ты такая безбашенная. Я надеюсь, это комплимент. Так давайте прочтем ее скорее. Ну что, ребятки, делимся теориями. Семен Андреевич, ну какие тут могут быть теории? Город очень похож на настоящий. Точно она с ФСБ не разыгрывает? А то наняла актеров, а мы тут изгаляйся. Нет, Наденька, не наняла. Мы подписали столько бумаг с грифом секретности, что у меня руку свело. Так что это все точно настоящее. Ну, кроме города. И жителей. Ну, вы поняли. Ну ладно. Но почему они не хотят, чтобы мы говорили с местными? Они же даже уже подселили к ним кого-то. Боятся они, что натворим чего, я думаю. Они ж в суть есть солдафоны, пусть и в пиджаках. Семен Андреевич, они и о нашей безопасности заботятся. Да знаем, как они заботятся. Работал я с этими спецслужбами не раз. Каждый из них за свою шкуру дрожит в первую очередь. А вдруг они нас подслушивают сейчас? Сунули жучок в одну из палаток. Да и пусть подслушивают. Может, хоть ума наберутся. А вообще, почему мы все еще эту ерунду обсуждаем? Итак, если у вас теории нет, то я предложу свою. Запись шестая. Надежда Петрова, доктор психологических наук МГУ. Сегодня Семен Андреевич рассказал нам свою теорию, основанную на любопытном примере. На своей кафедре МГУ однажды он провел эксперимент. Описал для аудитории студентов, которым преподавал котенка, якобы живущего в его кабинете. Подробно так описал. Придумал кличку, повадки, странный окрас в виде рыжего креста на спине, а также разноцветные глаза. Сиреневый и голубой. Даже сфабрикованное мяуканье записал на диктофон. Поставил в своем кабинете миски с едой и водой, лоток. В течение года Семен Андреевич придумывал различные истории с ним. Таким образом, студенты ни разу не видели самого котенка, но видели его следы. Спустя почти год весь поток верил, что у Семена Андреевича прямо в рабочем кабинете живет барсик, очень стеснительный котенок. И по словам Семена Андреевича, эта коллективная вера большого числа людей прогнула реальность. И котенок появился. В точности, соответствующей описанию. Семен Андреевич предположил, что сильная воля, тем более коллективная, может изменять реальность. А доказательством выступил этот эксперимент. Он даже показал нам фото котенка со странным окрасом и неестественным цветом глаз. Соответственно, про Кузнецк у него такие же мысли. Что, если где-то рядом есть нечто с такой могучей волей, что способно воссоздать целый город? Говорю и прямо слышу, как глупо это звучит. Но все же, Семен Андреевич уважаемый академик и не стал бы выдумывать такую историю, хотя верится в нее с трудом. Но в Кузнецк верится еще меньше. Но однако же он тут. Подожди, он и вправду выдумал котика? Профессор этот. Это точно не розыгрыш. Похоже, что так. Да, я думал, что МГУ более ответственный университет. А там вон какой ерундой занимаются. Антон, ну почему сразу ерунда? Он же доказал свою теорию. Да, весьма оригинально. Барсика родил, блин. Помните фильм, где американский качок рожает ребенка? А у нас тут русский профессор рожает котика. Завтра сажусь писать сценарий. Да, классно будет. Милый фильм выйдет. Ладно, мы сбились с темы. Что нам это все дает? Если думать по аналогии, то под озером живет нечто, что вернуло город после катастрофы. Ну, знаешь, раз в МГУ нужно было, чтобы целый поток поверил в существование всего лишь котенка, то сколько людей нужно для города? Ну да, фигня получается. Если бы это были люди, то подвалы никто не блокировал. Да и солдаты людей не боятся. Вот что там. Что, например, Кадзилла? Инопланетяне? Нет, с такими вариантами, конечно. Но подумайте, ребята, нечто под озером тьма способно не только поверить в то, что Кузнецк со всеми людьми существует, несмотря ни на что, но оно еще и может перезагрузить реальность. Нет, ну, мелкая, конечно, права. Это что-то очень могущественное. Как там профессор сказал, нечто с очень сильной волей. Блин, бесят меня эти эзотерические штуки. Какая-то антинаучная фигня. Что, кто-то придумал, что город существует, и вот мы тут как тут? Придумал нас с тобой, Алиса, и наших родителей. А что если... Хотя нет, ерунда выходит. Говори уже давай, Настя! После всего этого я готова поверить в любую чушь. Что, если кто-то запомнил, каким был город в 1997 году? И потом, когда этого кого-то потревожили аварией, он вернул город, чтобы ему больше не мешали. То есть тот Серега, которого я убил, он, по сути, просто копия меня из 97-го? А почему тогда он вернулся? Ну, например, этот кто-то помнит, что в городе был Серега. И как только умер, это воспоминание Серегу и вернуло. Ну так вроде бы сходится все. А что, ученые? Они ныряли в озеро и таким образом снова этого урода побеспокоили? С чего ты взяла, что он урод? Не знаю, отстань! Представь, блин, что под озером сидит наш Сан Саныч, отдыхает. А тут к нему полезли всякие. Да так, что аж дверь ему сломали. Он их и выгнал в полудреме. И заодно все снова вернул так, как было, не особо вникая в детали. За что ж ты так с Сан Санычем рыжая? Зато зловещая аура пропала. А то как-то мне немного не по себе. Как там говорят? В тихом ум эти черти водятся? Вот не зря местные прозвали ваше озеро тьмой. Слушайте, вот мы дураки. Словно кино никогда не смотрели. Просто четыре идиота. Что? Наши фильмы и книги этому учат. Если хочешь понять, что происходит, иди и спроси какого-нибудь местного старожила. В каждом ужаснике есть какой-нибудь безумный дед, который все знает про местные легенды и страшилки, ну. А, отошло. Ты хочешь расспросить Пахома? Ага. Он наверняка знает, что тут было раньше. Пойдем скорее. А не поздно? Время уже за полночь. Да пофиг, разбудим. Антон, ну ты голова. Понял, как нам этот клубок бреда распутать. У Алисы прям глаза загорелись. А то. О, я чувствую разгадка близко. Идем. Хорошо, хорошо. Вперед, на свалку. Свет не горит. Спит, блин? Ребят, у меня плохое предчувствие. Подождите, я проверю, что внутри. Жутко тут. На свалке ночью. Хорошо, что Антон с нами. Он нас защитит. Да, Антон? Защитит. Привет, друзья. Как ваш вечер? Даша, что ты тут делаешь? На хрена тебе ружье? Откуда? Антон, с ней очень сильно что-то не так. Что-то не так? Так вот как ты. А я думала, мы подруги. У тебя долбанное ружье, Даша. Брось его. Ну уж нет. Мне надо всех разбудить. И начать с этой белобрызой. Все из-за тебя. Что из-за меня? Все. Все из-за тебя. Это все твой слой сон. И я тебя разрушу. И все снова будет. Хорошо, Даша. Какой еще сон? Подожди, что? Что было в газетных вырезках? Не дергайся, Антон. Я все равно до нее доберусь. Она проснется. Сон закончится. И мои родители снова будут живы. Что дети? В той газете была статья про них? Моих родителей убили в тюрьме. Меня посадили из-за каких-то мерзких бандитов. Я хочу их спасти. И спасу! Нужно только проснуться. Газета сказала, что они мертвы. Да. В тюрьме был бунт. И погибло много людей. В том числе и моей мамы и папы. И поэтому ты решила, что это все сон, да? Я просто хочу... Я хочу с ними встретиться. Даша, подожди. Давай поговорим. Опусти ружье, пожалуйста. Антон, я... Я хочу проснуться. Я не хочу делать вам больно. Вы же мои друзья. Ты веришь мне, Антон? Даша, я же тебя знаю. Даша, я же тебя знаю. Ты упрямая дуреха. Если ты решила что-то сделать, то тебя не переубедить. Так что я не подойду ни на шаг. Ой, ну Антон... Ну ладно, ладно, признаю. Ты знаешь меня лучше, чем я думала. Мне приятно. А еще я знал, что рано или поздно у тебя сорвет крышу. Даша, стой! Даша, не смей! Серега! Антон, ты всегда был моим лучшим другом. Знаю, какая муха тебя укусила в последнее время, но я все еще считаю тебя своим другом. Я не трус. Я защищу своих друзей. Серега! С дороги! Нет! Катись к чертям, Даша! Ты... Я вообще-то тебя люблю! Кофик! Катись отсюда! Нет! Серега, нет! Не его сон. Ты психованная дура! Думаешь, твои родители были бы рады такому? Это сон! А если нет, ты только что убила человека! Человека, который тебя любил! Правда? Любил? Я убила тетю и Пахома! Что? Ты... Ты чудовище! Я... А что у меня оставалось за Лиза? Это все сон! Это не сон! И теперь подумай, что ты натворила! Что? Я натворила? На твоих руках кровь, Даша! Трех человек! И ты все еще не проснулась! И что дальше? Убьешь вообще всех? Давай! Начни с меня! Подруга, блин! Но это тебе не поможет! И ты останешься совсем одна с тем, что ты сделала! Серега, где ты был? Ты убил ее? Да, я слышал разговор. Она бы не остановилась. Я видел, таких уже не переубедить. Придурок! Дебил! Урод! Алис, я вас спас! Ты убил Дашу! Кусок идиота! Я понимаю, ты там воевал на своей войне, но это же Даша! Ты такой же монстр! Подожди, Алиса, успокойся! Успокойся? Успокойся! Мой друг только что убил мою подругу! Иначе она бы убила нас! Тебе откуда знать? Умная самая! Меня бы она точно убила! Я... Я видела бы ее глазам! Я согласен с Настей! Мне... Мне больно от этого зрелища! Больно осознавать, что Серега убил человека! Если честно, я на крайне истерики после всего этого! Простите! Не... Не хотел! А почему вообще ты так долго ходил? Она ловушку поставила в вагончике. Дверь приоткрыта, видно тело на полу. Я думал, нужна помощь, зашел, а мне на голову упал тяжеленный ящик. В общем, сколько-то я лежал в отключке. Ах, Даша! С нее останется! Вот дуреха! Алис, все будет хорошо! Ты с чего так уверен-то, а? Серегу убили. Он появился снова, хоть и потерявший память. Я уверен, что и Даша, и ее тети, и Пахом появятся точно так же! Кстати, о Сереге вашем. Он тут откуда? Видимо, следил за нами, откуда-то из кустов неподалеку. И увидев обезумевшую Дашу, решил, что сила любви вернет ей рассудок, и таким образом он защитит своих друзей. И даже меня. Слушай, Серега, раз уж он это, по сути, ты в прошлом, прости, что сомневался. Антох, ты всегда был и будешь моим лучшим другом, несмотря ни на что. Ты мне как брат усек? Запомни! Ему ты тоже как брат был. Если ты, конечно... Если, конечно, это и вправду, я в прошлом. Спасибо! Пойдемте, может? Скоро рассвет. Пойдем. Надо отдохнуть. Да, глава седьмая. Надеюсь, родители меня не потеряли. Мы несколько часов проспали в палатках на берегу, а после решили, что стоит сходить на рынок взять какой-нибудь еды. Девчонки остались в палатке, Алисе все еще было тяжело после вчерашнего, а Настя осталась ее поддержать. А я... Вторая смерть Сереги не вызвала и четверти испытанных ранее чувств. Привык и грубел. Как же неправильно это звучит. Привык и к смертям лучшего друга. Да, да. Давненько я тут не был. Ладно, мамин, Ларик. Вон туда-то мы и не пойдем, мало ли. Давай вон к бабе Нюре кукурузу возьмем. Ну, кстати, да. А сколько ей лет? Может, она что-то знает про происходящее? Раз у Пахом узнать не получилось. Сейчас, секундочку. Да. Давай спросим, что бы и нет. Утречка доброго, милочки. Кукурушки хотите? От кукурузки я бы точно не отказался, баб Нюр. А кто этот с тобой, Антошенька? Ну, я... Толмачев, однако. Сережа. Да. Толмачев я. Эк, возмужал-то. А форма-то к лицу тебе, милок. Только как-то больно взросло ты выглядишь. Для Сереженьки-то. Баб Нюр, эээ... Ну, в общем, это тот же Сережа, только... Вы не поверите. Отчего ж не поверю? Понял ты, Антош, значит, что не всё в порядке-то с нашим городом. Коль ещё одного Серёжу нашёл. Понял, баб Нюр. Вы тоже про это знаете? Знаю, милок, знаю. Всё знаю про Мора, как о я. Прям всё, баб Нюр? Ну уж, по боли других. Живут, пойдёшь. Кстати, а сколько вам лет? Ишь какой. Не горж, даме, такой вопрос задавать. Но скажу так. Больше, чем должно, Антон. Тогда вы расскажете нам? Ох, а я-то и не чаяла уж дожить до того дня, как молодёжь стариков-то спрашивать начнёт. Ну уж, томить-то я вас не буду. Видела я гибель горда-то, милки. Видела. Собственными глазами. Завод-то местный, будь он неладен, как плюнет в небо дымом каким-то зелёным. Угу. И накрыл этот дым кузнецк наш. Ну а там уж, кто сразу помер, кто бежать пытался в интихом противогазах, значит, но не хватило на двух дых. Вы хотите сказать, вы такая же, как я? Вы знали, что сейчас 2002 год? Знал, милок, как не знать-то. Ну что поделаешь, жила этим мороком. А что оставалось-то? У меня ж землянка в лесу. Я туда хожу иногда. Наночь-то. Грибы да ягоды собираю. Лесаеньки, что твой заяц знаю? То есть ты, пап, Нюр, за городом была во время аварии? За городом, милок, за городом. Уберёг Господь грешную. А вернулась, так уж солдаты кругом не пущают внутрь, а наружу каталки спокойными везут. Ох, волком я там взмыла от тоски, когда доченьку мою повезли. Это ужасно. Ну, горе-то я разного повидал на своём веку. Бог дал, Бог взял, как говорится. Дальше жить надо. Ну и повезли меня в госпиталь, в Москву. Врачей таблеток каких-то мудрёных дали. Генерал аж на ко мне приезжал. Говорил, квартиру дадут в Москве. Но я ему в лицо так и сказала. Из родного города ни ногой. Домик-то на окраине у меня. Там и буду жить. Сколько моба шлёт. Куда уж, в Москву-то мне стою уж. Пытался он меня отговорить. Куда ж без этого. Но я на своём твёрдой стою. Так вернулась в город, когда тут почистили чего-то. Получается, ты желанно разваленный? Так и получается, милок. Продукты мне солдатки добрые завозили. Храни их Бог. Так и жила тут одна. А потом раз. И город появился. Будто и не было аварии никакой. На вождение ей Богу. Я и не поверила даже поначалу-то. Думал уж, совсем сбрендила старая. А потом гляжу. Так и дочёрка-то моя жива-живёхонька. И родители ваши. Да и вы сами мелкие. Но пошла я к солдатам. Говорю, мол, что за чудо-то такое? А они? А они жмутся к своим постройкам. Так и не выпытаешь ничего. Знать не знают, говорят. А потом шишки какие-то приехали из Москвы аж. Однако, да при погонах все. Ходили по городу, ходили, смотрели. Ничего не поняли. Старший их Фёдором назвался. Долго мы с ним говорили, долго. Да толк-то ничего они не поняли. А ты всё поняла, бабню? Да куда ж там жила я, как во сне не мог. В счастливом сне. Но свербела вот чуйка какая-то. Сон-то закончится скоро. И вот случилось чего-то, а что, не пойму. Но город опять назад вернулся. По второму разу пошло всё. Около недели назад, да? Около недели, Антоша, верно говоришь. Бабнюр, мы думаем, что во всём озеро виновата. Тьма-то бишь. Есть там что-то под ним. Про озеро знать хотите, мелки? Расскажу. Я когда-то молодухой была. Меньше вас ещё. Так тут города и в помине не было. Так, деревушка. И церква тут стояла, сколько я себя помню-то. И батюшка, значит, говорил, что под озером-то в саму преисподнюю вход. И чтобы, значит, преисподняя лета к нам не лезла, праздновали мы праздник особый. Каждый год 11 мая. Стоп, 11-ая? Это ж тот день, когда перезагрузка была. Ну, так это, слов я уже не знаю, Милуку. Но знаю, что праздник тот был особый. И вроде весель-то мало в нём было. Но от мала до велика каждый май праздновали. Взрослые-то все в церкви запирались. А мы, дети, бегали целый день. Никто уж и не работал-то в празднике этот. Бабнёр, а что в церкви делали, знаете? Не знаю, Милук, не знаю. Совсем маленький уж я тогда была. И в церковь-то меня и не пущали. Взрослые-то запирались там. Но скажу я вам, в церкви хорошего ничего не происходило. Почему ты так решила, Бабнёр? Ох, Милук. Выходили оттуда будто постаревшими на несколько лет. Некоторые даже седыми выходили. Ух, аж мурашки по коже. Бабнёр, а есть кто-то, кто помнит, что они там делали? Когда советская власть пришла сюда строить город, то церковь и закрыли. Сказали, что советскому человеку молиться не за счет. Старый поп тогда бросился с кулаками на одного из солдат и был убит. Остальных деревенских или переселили в дома и устроили на завод, как мою семью, или же выселили в поселок дальний. Бабнёр, а где этот поселок? Вы туда хотите отправиться? Нам нужно узнать как можно больше. Я очень надеюсь, что там есть еще кто-то, кто помнит, что происходило. Повезло, что мы на вас наткнулись, Бабнёр. Ну хорошо, Милки, слушайте. По дороге на Москву километров эдак в пятнадцати есть неприметный поворот. Там знак «Выселки-2», так село называется, с переселенцами-то. Спасибо вам, Бабнёра. Коль вдруг сможете морок остановить, видит Бог, благое дело сделаете. Негоже мертвецам по земле-то разгуливать. Я тоже мертвец, Бабнёр, но вы правы. Спасибо вам. Ступайте, Милки, с Богом. Так, Анток, стой. Ты чё? Хвост. Солдат и девка из ФСБ. Чёрт, как они нас нашли. За рынком точно следят, но нас, я думаю, пасут ещё раньше. Неужели от палаток? Нет, от входа в город. В общем, слушай план. Идём в сторону стройки. Там за угол. Есть место для засадки. Только без убийства хорошо. Нет. Я ж не маньяк какой. Свяжем их, спрячем. Фёдор их найдёт. А пока будет искать, мы уже выберемся из города. Как? У моей матери сегодня вечером грузовик за товарами едет. Солдаты этот грузовик уже давно проверяют кое-как. На нём и выберемся. Хитро, хитро. Слушай, я вот подумал после слов бабы Нуры, а что, если я и вправду не совсем человек? И Алиса? Да что ты меряешь? Антох, ты чего? Что случится с нами, если мы уедем из города? Покинем зону влияния того нечто из-под озера? Будем ли мы в порядке? А, блин. Я не знаю. Тогда давай... Не-не-не-не-не, всё, едем, точка. Ты уверен? Да, уверен. Я готов рискнуть. Алиса бы точно рискнула. Ну, ну ладно. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Мы уже слишком далеко зашли, поздно разворачиваться. Ну и где они? Они же просто завернули за угол. Не могу знать, я... Поздравляю, у нас проблемы. Мало того, что вчера те каким-то образом сбежали. Потом непонятная бойня, водокачки, выстрелы. Теперь ещё и эти сбежали. Ох, мать. Может, через забор перемахнули? Ну и чего стоишь тогда, рядовой? Вперёд, ищи! Я пока свяжусь с начальством. Связаться хочешь? Это мы тебя обеспечим. С помощью прочной бельевой верёвки. Хороший каламбур, доченька. Так, Рашид, всё? Разгрузил товар? Те ящики не мне? Ну хорошо, тогда всё, отпускаю тебя. Тётя Зина, здравствуйте. Добрый вечер, Антон. Что случилось? Тётя Зина, там у Серёжи в школе проблемы. Он ударил Дашу и... Так. Ох, отхватит он у меня. В общем, вас срочно зовут в школу. Спасибо, Антон. Ух, я ему устрою. Отлично. Давай в грузовик. Быстро, быстро. Блин, вы чего? Мы едва вас нашли. Повезло, проходили мимо. Настя Антона услышала. А то так бы и разошлись. И зачем вы залезли в машину? Сбежать захотели? Нет, за информацией. Баба Нюра знает, что происходит что-то странное, что чья-то воля воссоздает этот город раз за разом. В деревеньке за городом мы можем узнать, чья же это воля и что нам делать. Вот оно что. Интересно. Ты, кстати, классно придумал, как отвлечь мою маму. Да, по шапке тебе дать она всегда гораздо. А уж если в школе косяк какой. Очередной копии Сергея здорово достанется. Ай, блин, это так жутко. Это уже какой? Выходит, третий? Четвертый, если меня считать. Но я-то неповторимый оригинал. Мне жалкая копия. Так ведь? Ха. Я волнуюсь. Вот мы выехали из города. Все удаляемся от озера. Ребят, с вами все будет хорошо? Как вы вообще себя чувствуете? Да вроде как обычно. Эй, ты чего замолчал-то наполовине? Эй, эй, эй. Алло, народ, что за дела? Эй, Антох, вообще не смешно. Слышь, какого хрена? Они, они словно, словно их души покинули тело. Черт, что делать? Настя, блин, что нам делать? Я не знаю. Думай, белобрысая голова. Блин, блин, блин. Может, может, выдохнуть их из кузова, пока не поздно? И там слишком быстрый ветер. Тихо, тихо. Сейчас, держитесь, ребят. Смотри. Что? Как с тем котенком. Что ты мелешь? Каким котом? Живет Энгера, что ли? Нет, с Барсиком из МГУ. Много людей верило, что у профессора живет котенок. И он появился. Вот и нам надо. Что, много людей? Нет. Надо поверить в то, что наши друзья существуют. И они рядом. Закрой глаза и думай о них. И говори с ними. Говори вслух. Я тоже так сделаю. Наверняка удержать в реальности существующее проще, чем создать с нуля. Хрен пойми, о чем ты, но я попробую. Антох! Алиса, вы же с нами, да? Алло, народ! Вы мои друзья, вы в курсе? Все будет хорошо. Слышите? Вы слышите? Мы закончим эту лабуду все вместе. Слышите? Все вместе во всем разберемся. Я верю в это. Верю, черт возьми! Верю! Алиса, Алиса, ты моя лучшая подруга. Единственная, первая и настоящая. Да, мы с тобой часто ссоримся. У нас не всегда все гладко, но я и это ценю. Алиса, слышишь? Ценю! Пожалуйста, не исчезай! Прошу, Алиса! Друзья, я так рад, что вернулся к вам. Что снова вас всех встретил. Я так скучал все эти годы! По родителям скучал и то меньше, а я их вообще-то тоже люблю. Давайте, не покидайте наш гвардет! Останемся грозой Кузнецкой! Ребят, слышите? Останемся! Антон, ты... Я... Я люблю тебя, Антон. Ты моя первая и последняя любовь в этой жизни. Антон, я... Останься с нами, Антон! Пожалуйста, не исчезай! Мы... Только все вместе мы справимся с этим всем. Победим судьбу, победим город, победим это нечто. Да и вообще всех! Слышите меня? Я... Я тут, все в порядке. Вроде... Я... Это было очень странное чувство. Антон! Алиса! Друзья! Вместе справимся со всем, говорите? Да! Настя, то, что ты сказала, это правда? Ты права. Я все понимаю и... Я не злюсь. Сейчас же это вообще не важно. Главное, что мы все вместе живы и знакомы. Главное, что мы существуем, хоть вы и... Понятно что. Люди... Обычные люди. Да. С Настей хотели, чтобы вы были людьми... Нашими старыми, добрыми друзьями. И даже если вы были непонятны чем раньше, то я уверен, что сейчас вы... Самые обычные люди. И даже не сомневайтесь. Дом в выселках. Ага. Ну, проходите, это самое. Нече на улице-то делать. Уж вон темнеет. Спасибо вам за гостеприимство. Эх, спасибо. Нече тут. Мы тут в выселках-то чужаков не любим, небось? Ну, раз уж вы про кузнецк поговорить хотите. Че там происходит-то сейчас? Ну, что происходит? Вот солдаты оцепили, охраняют. Не впускают и не выпускают никого. Ишь, че. И ты с ними стал быть? Я с ними. Так тебя в увольнительную отпустили? Вы поэтому сюда с вопросами заявились? Мы сами раньше в кузнецке жили. И там у нас родственники... были. Хотим понять, что произошло. Родственники, ишь. Солдат ваш тоже родственник? А он... Антон? Он тоже с нами, потому что... Ребята, ну вы чего так разволновались? Никифор, сейчас я вам все объясню. Там в оцеплении находится озеро тьма. И вот про него говорят всякое странное. Солдатам страшно. Какие-то звуки непонятные ночами слышны. Некоторые солдаты вообще пропали. Да, Сереж? Ах, да. Пропало несколько парней, которые около него дежурили. Только эту информацию и засекретили, так что... А мы Сережу давно знаем. С детства дружим. И решили, пока у него увольнение, постараться выяснить, что происходит. Озеро нас с детства пугало. Столько страшилок про него ходило. Местные, значит. Ишь, что... Расскажите, пожалуйста, что знаете. И больше вы нас не увидите. Правда-правда. Ишь, какие... Ладно, ладно. Слухайте, значит. Не будет худо, коль расскажу. А то, глядишь, и добро выйдет какое. Дед мой попом в церкви был, стал быть. Которая там, на берегу озера стоит, значит. Отец мне рассказывал, что дед стал попом еще в молодости. И обычно в этой церкви ижил. И в 25 лет уже был седым. Не знаю уж почему, да и не важно это, значит. А важно-то вот что. Каждый май 11-го числа, значит, все жители собирались на церковный праздник. Я-то сам это знаю, потому что меня отец так и наказал. Придет кто рано или поздно про кузнец кто спрашивать, и я, значит, все знать про него должен, ибо некому больше. То есть это знание передавалось из поколения в поколение? Можно и так сказать. Ну, стал быть, праздник особливый был. Корнями он в далекие-далекие верования идет. Может, еще с Русьей аж самой. И на праздник, ян-тот, значит, варили деревенский брагу особую на травах озерных. А 11-го мая, стал быть, жребий тянули. И кому у жреби, значит, выпал, тот бочонок с брагой и нес в подземелье, что под церковью. Нес, значит, в пещеру полузатопленную и там и оставлял. Подаяние, стало быть, такое. Ну и праздник, конечно. А это... Кому подаяние-то это было? Кто там? В подземелье. Да бес его знает. Не видел никто. Ну, а если и видел, то уже и не расскажет. Звучит очень зловеще. Видеть-то его не видел никто, но прозвали его Чернобог. В честь легенд каких-то древних, отец говорил, что дед ему говорил, что хоть и не видел он Чернобога этого, стало быть, но каждый раз, как спускался, как кожей чуял, что-то кто-то здесь есть. А у вас есть рецепт этой браги? Есть рецепт. Есть, даже бочонок есть один. Который год уже в погребе лежит, как отец помер. А зачем он тебе молится? Что задумали-то? Я думаю, нужно сделать то, что делали во время праздника, и тогда все странности возле озера прекратятся. Ты уверен? Нет. Но мне кажется, так правильно будет. Если этот Чернобог вылезет, потому что ему не сварили его любимые браги, то все может стать куда хуже. Да, я тоже так думаю. И раз уж древний праздник работает, я только за. Ну ладно, убедили умники. И кто туда полезет? Я полезу. Нет, все полезем. Раз уж взялись вместе, то и закончим вместе. Никифор, пожалуйста, отдайте нам бочонок. От всего сердца прошу. Ишь, чё. Ну, хорошо. Бочонок отдам. Но на рецепт не рассчитывай. Так даже лучше. Быстрее закончим. А если это сработает только на год? Ну и что? Вот знаешь, Алис, это будут проблемы следующего года. И может даже и не наши, а чьи-то еще. Не знаю, сработает это брага или нет. Не знаю, что произойдет, но я хочу попробовать. Все-таки мы уже сильно рискнули, приехав сюда. Уже не отступишь. Глава восьмая. Дорога назад оказалась куда сложнее. Вернулись мы только под утро. Переночевали в лесу в какой-то землянке, а потом удачно обошли патруль военных. Серега и вправду оказался настоящим профи. Даже немного завидно. Вот мы и вернулись. Антон, как думаешь, что станет с городом? Он исчезнет? Или останется таким же? Или что? Не знаю, Алис. Не знаю. Так может, тогда не будем? А какие у нас еще варианты? Договориться с Федором? Или он на опыты в МГУ отправится? Как-то не горю желанием. Вариантов и вправду немного. Рано или поздно военным и правительству вся эта ситуация надоест, и они тут все разбомбят к чертям. А то и чего похуже. И ни Федор, ни МГУ ничего не смогут сделать. Я тоже так думаю. Мне нравится этот город. Здесь я с вами и познакомилась. Но есть в нем что-то неправильное. Сложно сказать, но сидя ночами на качелях, я чувствовала что-то не так. Какая-то чужеродность. А что будет с нами? Со мной и Антоном? Я верю, что все будет хорошо. После того, как вы уехали отсюда. Ну вот, чувствую себя как Буратино, который стал наконец настоящим мальчиком. В общем, бочонок пока спрячем у церкви. Скоро в школе будет большая перемена. Я думаю, сходить посмотреть, появились ли новые Алиса и Антон. И от этого уже и плясать. Это разумно, но... Вот знаете что? Если и город исчезнет, и все наши родные, и друзья, то я буду жалеть об одном. О чем же? Я всю жизнь боялась отца. Никогда ему отпор не давала. Я должна поговорить с ним. И сейчас у меня есть последний шанс. Я пойду и выскажу ему. Это может быть опасно? Не переживай. Опасно было с ним жить. Тогда я... Я поговорю с мамой. У меня сердце дрогнуло, когда я ее увидел. Разве это хорошая идея, Серег? Да, знаю. Это риск, но я просто не могу. Очень надо. Ведь я даже не попрощался с ней. Антон, я схожу с ним. Подстрахую, если что. Ты такая малявка и подстрахуешь? Зато не глупая. Никифор вон только благодаря мне нас и не выгнал. Резонно. 1-0 в пользу мелкой. То-то же. Ой, чует мое сердце, что добром это не кончится. Ладно, собираемся около церкви через час. Идет? И будьте осторожны. Неизвестно, что там Федор выкинуть может. Угу. Ладно. Алиса, ты что тут делаешь? Почему не в школе? Папа, привет, папа. Я тебя спрашиваю, ты почему не в школе? Нам нужно поговорить, папа. Что такое? Знаешь, я всегда молчала. Никогда не перечила тебе. И мама тоже. Ты что это тут начала, пискля? Ну-ка, слушай меня! Я тебя любила долгое время. Несмотря на твое обращение со мной и мамой. Я терпела это. Сначала потому, что была еще маленькая, а потом просто боялась. Но сейчас я тебе скажу, я не твоя вещь. Не твоя собственность. Я человек! Ну-ка, ты моя дочь. И я как? Да заткнись! Посмотри на себя. Подумай, как ты относишься к своей семье. Мы не твои рабы. Ты не имеешь права бить нас. Так что ты о себе возомнила, сопля? Это ты о себе возомнил. Почему ты вообще решил, что можешь сделать с нами все, что хочешь? Ты никогда не прислушивался ни ко мне, ни к матери. Ты ужасный отец. И знай, я хочу, чтобы ты исчез. И я сделаю это. Тебя больше не будет в моей жизни никогда! Слушай, ты маленькая дрянь. Михаил, спокойнее. Товарищ полковник! А, так точно, но это... Тише, тише. Алиса, мы сейчас неторопливо пойдем и поговорим. Хорошо? Ничего страшного, Михаил. Ты остынешь. Я приведу ее к тебе домой. Договорились? Я с тобой никуда не пойду! Пойдешь. Туда денешься? Я, конечно, могу тащить тебя под дулом автомата. Могу запереть в комнате с твоим разъяренным отцом. Могу сломать тебя. Прострелить ногу. Что так смотришь? Могу. И мне ничего за это не будет. Верно, Михаил? Я... 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 Понятно выразился. Так точно, товарищ полковник? То есть, никак нет. Это же моя дочь. Мои отношения с ней... Мое личное дело. И что же, будешь мне мешать? Так точно. Буду мешать. Мы самая умная затея. Мешать в оруженную человеку. Вы мне угрожаете? Я немедленно доложу. Ну, докладывай. Папа, нет! Ты... Если не заткнешься, то и тебя пристрелю. Вон твоя мама. Да, вижу. Ты будешь где-то тут? Я постою с бабой Нюрой. Удачи, Сережа. Ну, я пошел. Молодой человек. Служивый. Купить что-то хотите? Подходите, подходите. Самые лучшие товары из самой Москвы. Спасибо. Сейчас что-нибудь посмотрю. А вы мне кого-то напоминаете? Лицом. Сережа. Сына моего. Правда? Он, конечно, не солдат. В школе пока учится. Наверное, вы очень любите своего сына? Ну, конечно же, люблю. Вы знаете, я вот служу и... Я так давно не видел маму. А потом выяснилось, что она погибла. И ведь я даже никогда не говорил ей спасибо. Спасибо за все, что она мне дала, что вложила в меня. Ну что, вы правы. Я уверена, ваша мама любила вас больше всех на свете. Вам, тебе служивый, не понять. Но для матери и ее ребенок – главная ценность в жизни. Я уверена, что твоя мама любила тебя всем сердцем. Я... Я... Я очень хочу в это верить. Очень надеюсь, что однажды мои слова, моя благодарность дойдет до нее. На все воли Всевышнего. Но я уверена, что она смотрит на тебя с небес и улыбается. Ты ведь настоящий защитник Родины. И ты помнишь ее и скорбишь. Я уверена, что даже перед смертью она думала о тебе, служивой. Думала и гордилась сыном. Я... Спасибо вам большое. Спасибо за эти слова. Они... Они очень важны для меня. Я... Я, наверное, пойду. Спасибо вам. Будь здоров, сынок. Всего тебе хорошего. Спасибо. Мама. Куда торопимся, служивый? Настя, черт! Не рыпайся. Подружка-то твоя, в отличие от прочих, умрет по-настоящему. Черт! 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 Прости, Настя! Ничего. Я верю в Антона. Все будет хорошо. Он сделает, что пруживый. Что он сделает? Он перевернет тут все вверх тормашками. Перевернет. Как же. Ничего. Мы и его возьмем. Не просто так погон бросим. Антон, ну чего ты опять с Дашей цапаешься? Она мне тамагочи не вернула, а должна. Ничегошеньки, я тебе не должна, придурок. Нафиг иди. Сам профукал твои проблемы. Но спор-то я наш выиграл? Выиграл. Но не честно. Ты жульничал. А кто тебе сказал, что все будет честно? Сама виновата. Внимательнее условия надо составлять. Да нет, у меня его. Я даже не знаю, куда он мог деться. Тамагочи твой долг. Вообще у нас позавчера что-то странное ночью произошло. Тетя сказала, что дверь выломана, а на полу куча следов от сапог. Все изгваздали. Но ничего не пропало, кроме тумагочи. Ну да, ну да. К тебе домой вломилась толпа солдат, чтобы украсть китайскую игрушку. О, как же я ненавижу твою мерзкую ухмылку. Ну да, другого объяснения нет. Все так и было. Антох, ну поверь ей. Она бы не стала так тупо врать. Ты-то уж молчала бы в тряпочку, Ромео. А еще самое странное. В общем, среди следов тетя нашла кровь. Не знаю чего и не знаю, что это может значить. Что, прям в самом делешную кровь? Ничего себе. А к тебе в гости сходить посмотреть можно? Иди нафиг, придурок. Наблюдать за своими пререканиями с Дашей и Серегой довольно сюрреалистично. Хорошо, хоть я успел спрятаться в кусты, когда я их заметил. Что же, Кузнецк создал нового Антона, который сейчас радостно болтает с одноклассниками и не знает ничего про то, что происходит вокруг. Блин, неужели я всегда был таким придурком? И улыбка эта моя раскосая. Бх, надо с ней что-то делать. Антон, пойдешь с нами? О, черт. Они решили, что он это я. Они не знают, что меня должно быть два. Ого. Ты что это такое натвори? А я почем знаю? Вы вообще кто такие? Зачем мне с вами идти? Заткнись и топой, или получишь пуля в лоб. А, а, я пойду найду Алису, позову ее отца, а то это какой-то беспредельный. Ну, пшел, давай. Ладно, иду, иду. Что, блин, происходит? Попробую аккуратно проследовать за ними, чтобы понять, куда их ведут. Так, вот и Татьяна. Как улов. Федор, взяла двоих. У тебя, вижу, только рыжая. Где Антон? Доложили, что его взяли у школы. Наконец-то. И куда мы их? На базу? Времени нет. Давай вон, в участок местный. Как скажешь. Милиционер нам не помешает? Дочь его все-таки. С ним я уже разобрался. О! А вот и наш последний беглец. Зачем вы меня сюда привели? Алиса, кто эти люди? Хм. Антон, ты почему в школьной форме? Серега, тсс. Антон, они нас всех взяли, прости. Не получилось забежать. Что? Ты кто вообще, девочка? Что тут происходит? В несознанку играть решил, Антон. Хорошо. Поиграем. Точно. Давайте все в несознанку играть. Дядя, вы кто? Что вам надо от бедных детей? За что вы нас, дяденька ФСБшник? Что мы вам сделали? Мы же просто школьники. Вы охренели в конец! Всех взяли, жесть. Это мой последний шанс что-то сделать. Хорошо, хоть бочонок не нашли. Зря мы решили устроить этот чертов ностальгический тур по Кузнецку. Ой, как зря. Да разве ж их отговоришь. Тем более, правда, фиг знает, что произойдет. Ладно, раз уж я остался один, то мне и действовать. О, хорошо, что фонарик и инструменты подготовили до того, как разошлись. Блин, надо бы, наверное, лучше ребят освободить. Я ж фиг что сделаю тут один. Мало ли что там сидит. Ну а с другой стороны, да, освобожу я их. Как же. Герой Антон в одиночку разбирается с толпой солдат и матерыми ФСБшниками. Ага. Не, вообще не вариант. Ладно, Серега должен что-нибудь придумать. Такое по его части. Что же, а меня ждет тьма. Поставлю, небось, рекорд. Посидею раньше всех в мире. Ладно, пофиг. Отступать поздно. Да и некуда. Все, Антон, бери кусачки и режь решетку. И вот она. Темная пасть зловещего прохода. Как будто готовится меня сожрать. Так, ладно, с такими мыслями далеко я не уйду. А надо. Фух. Все, давай, Антон, яйца в кулак. Надо ведь проверить нашу теорию. Все, пошел. Ребята, не поминайте лихом. Как что-то узко. Сам едва пролезть могу, а еще бочка штупаю. Прямиком в хреново преисподнюю или куда там. А впрочем, неважно куда. Это ради ребят. Ладно, ноги, давай. Левая, правая. Левая, правая. Черт, сколько ж я уже лезу? Час? Два? Катакомба. Где бы я ни был, ниже уже некуда. Черт, руки сводят. Надо передохнуть. Так, бочонок, тебя за ногу. Стой тут. Что это вообще за место, интересно? Вот близки какие-то вода шумит. Кажется, эта пещера соединена с озером. Хорошо, что ее не затопило, к черту. Так, а это... Костя? Скелет чей-то. Правда, что ли, сюда тела стаскивали? Давно вон тут уже даже одежда сгнила. Ступай, ты че? Мой нож. Серьезно? Его как-то вымыло сюда? Да ну нет, нет, не может быть. Он весь ржавый и грязный. Не, это не мой нож. У тебя похож один в один. Странно, странно. Антон, какой ты все-таки молодец. Кто здесь? Я тоже пришел сюда, чтобы поставить точку. Что? Кто ты такой? А кто ты? Ты зовешь себя Антоном. Но так ли это на самом деле? Если ты думаешь смутить меня такими речами, то... Я это я. Я в себя верю. И ребята верят в меня. Как ты думаешь, чей это скелет? Хе-хе-хе. Ну вот он, настоящий Антон. А ты... Ты всего лишь выдумка. Тень. Воспоминания. Фантом. Так вот что. Я это тоже ты. Я знаю, о чем ты думаешь. Но я такое же воспоминание. Осколок чужой воли, вплетенный в реальность. Антон, нам нет места в мире живых. Мы не вправе делать то, что пытаемся сделать. Хватит подпитывать мои сомнения. Они и так меня грызут. О, Антон. Ты ведь понимаешь, что совершаешь ошибку. Понимаешь, что твои действия повлекут за собой масштабные, непредсказуемые, в конце концов, фатальные последствия. Но нельзя оставлять все так, как есть сейчас. А почему? Что мешает? Что тобой движет? Я не знаю. Вы, глупцы, вцепились в дурацкую идею и почему-то решили, что все исправите, всех спасете. Решите все проблемы, идиоты. Нет, подожди. Нет, Антон, так не бывает. Все куда сложнее. Нельзя так просто взять и исправить то, в чем ты не разбираешься. Ой, Антон. Ведь ты мог никуда не лезть, жить себе спокойно, с друзьями, Антон. Ну нет же, надо везде залезть, все пощупать, потрогать, сломать. И что теперь? Твоих друзей опять поймали люди, которых лучше обходить десятой дорогой. Ты непонятно где, никак не можешь им помочь, да и просто не понимаешь, что дальше. А я ведь знаю, Антон, ты хочешь вернуть все, как было. Вернуться к нормальной жизни. Неправда. Лжешь. Я знаю, ты хочешь этого. И сейчас ты на распутье. Если сделаешь то, что задумал, то, ну, как минимум, у тебя больше не будет даже шанса на нормальность. Нет, нет, нет. Эй, Антон, да ведь даже если бы вы просто убежали в другой город, то ничего этого не случилось бы. Вы могли бы жить нормально. Жили бы в Москве четверо друзей, жили бы счастливо, но, увы. Увы, ваш глупый героизм. Так и зачем ты пришел сюда, фантом Антон? А что ты предлагаешь? Доверься мне, Антон. Такому же, как и ты, но совершившему ошибку. Следуй за мной, и я покажу тебе, как ее избежать. Ошибку, которая ждет тебя через полшага, которую уже не исправить. Подумай, Антон, хочешь ли ты, чтобы у тебя все было хорошо? У твоих родителей, друзей. Ага. Ну окей, будем не верить ему. Знаешь, пусть я идиот, пусть я фантом, не человек, может я и вправду ошибаюсь, но мои друзья верят в меня, верят, что я справлюсь. И это самое главное. У нас есть цель, и я до нее дойду. И не пытайся меня остановить. Стой, Антон! Алиса, а ты что тут делаешь? Остановись, Антон! Мы ошиблись. Вскрылись некоторые детали. Подожди, как ты здесь оказалась? Как и ты, спустилась сверху. Но я пришел сзади, и твоих шагов не слышал. Так, понятно. То есть копии меня было мало, теперь тут и копии моих друзей будут появляться. Хватит! Блин, дурак, что ты наделал? Пары этой дряни, они, они усыпят его! Наши предки считали, что то, что живет под озером, должно спать. И я не буду идти против. Если эта хрень смогла сотворить меня, Алису и целый город в полудреме, то ей нет места на земле. От нее будут одни проблемы, так что остановись-то, Бэби! Ты идиот, Антон! Ты тоже исчезнешь, если он уснет! Вот и проверим. Вот черт. Как же кружится голова? Пары этой браги будто разъедают меня. Надо было сразу бежать отсюда, на свежий воздух. И почему Никифор не сказал, что мне нужен чертов противогаз? Эпилог. Ветер. Свежий ветер. Трава шелестит. Лягушки. Стоп. Где я? Церковь. Но как? Я же потерял сознание там, внизу. Как-как? Тащить тебя пришлось. Думала, спину надо рву. Ты настоящая Алиса или та, которая появилась внизу? Сам, как думаешь? Впрочем, не важно. Зря, конечно, он выбрал именно меня, чтобы тебя остановить, Антон. Не самый умный ход. Он ведь мне даже не отец, чтобы я его слушалась, правильно? Великую разрушительницу послали остановить разрушение. Бочонка имею в виду. Гениально. Но почему? Защитный механизм, я думаю. Он ведь просто спал под озером. Не хотел, чтобы его беспокоили. Но сейчас опять началась возня. Академики, военные, ФСБ. Ты вон со своей командой спасателей. В общем, решил он навести порядок на своих землях. А тут ты с бочонком. Представь, ты хочешь встать с кровати, у тебя важные дела после завтрака, а тебе вкалывают дозу снотворного. Примерно это сейчас и произошло. Сомневаюсь, что мы хотим этого порядка. Почему ты меня спасла? Потому что я Алиса. Пусть не настоящая, пусть всего лишь сон, который скоро исчезнет, но... Но до тех пор, пока я Алиса, я буду делать то, что хочется мне, а не какому-то хмырю. Ну и не могла же я бросить подыхать в вонючей пещере своего... своего друга. Но я же тоже... Ненастоящий. Меня тоже выдумали. Что-то я не вижу, чтобы ты исчезал. А значит, ты настоящий. Спасибо тебе. Спасибо, скажешь той, которая тебя в городе ждет. Сыр. А еще скажешь, что если она не признается, то так и останется рыжей дурехой. Чао-какао, Антон! Прощай. Ну что же, прощай, родной Кузнецк. Растворяйся в небытии. Как и должно быть. Мороки развеиваются, фантомы... Тоже очевидно. Должны остаться настоящие люди. Я так думаю, по крайней мере. Я... Я тоже остаюсь. Значит, я настоящий. Ни выдумка, ни фантазия. Живой и здоровый. Чувствую ветер, запах травы, прохладу озера. Так. Second... Живу. Так. Девушки отдыхают А Настя? Сразу это поняла и начала подыгрывать Настя вообще молодчина, голова у нее варит, будь здоров Спасибо, я просто поняла, что надо ломать комедию ФСБшники вообще не втупляли Притащили нас в участок, пытались допрашивать А мы все несли фигню Еще Алиса такую сцену закатила Федору Кричала, билась в истерике Этот козел в погонах моего отца застрелил На моих глазах Ну, вообще-то я высказывала ему, как его ненавижу Да и я уже смирилась, что все тут не настоящие Но это все равно было неприятно А потом здание будто туманом стало сползать вниз А через несколько мгновений мы сидели на руинах Солдаты запаниковали Федор с Татьяной тоже в шоке сидели, но я и воспользовался моментом Никого не убил, надеюсь? Нет, конечно Убивать ПСБшников так себе идея Они там просто связанные лежат Рано или поздно кто-нибудь их освободит Тогда, думаю, нам не стоит задерживаться Есть план, Антон? Я знаю пару человек, которые могут помочь Но нужно добраться до моего города Отсюда шесть часов на поезде У меня есть деньги на сберкнижке Там хватит на какое-то время А я просто супер и душа компании И сама скромность Антох, Антох, ну чего молчишь-то? Давай, говори что-нибудь Мои танкисты ждут приказа, командир Наводчик Настя, водитель Серега И заряжающая Алиса Выдвигаться готовы! Танкисты! Слушай мою команду! Выдвигаемся! Вот такие дела, ребят У нас концовка вышла по бегу Спасибо, что смотрели Вот мы, в принципе, и прошли Такую игру, как 1997 Это было интересно Озвучили Games Voice Вот Вот так Такие пироги, ребята Так что Потом как-нибудь я вам покажу Другие концовки Этой новеллы А так, в принципе Спасибо за внимание Спасибо за лайки Спасибо за Репосты Кто Сделает Ну а всем, как говорится До скорого Всем удачи Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok